В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Кракове появились на свет шестерняшки впервые в истории современной Польши. Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять детей. Принц Уэльский Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его государственного визита в Великобританию в начале июня, пишет российская газета со ссылкой на американскую телекомпанию CNN. Она утверждает, что сын Елизаветы II планирует принять главу Белого дома 3 июня в Кларенсхаусе своей лондонской резиденции, пишет ТАСС. Телекомпания обратилась за подтверждением этой информации в Кларенсхаус, однако в комментарии ей отказали. Между тем, по данным CNN, встреча принца Чарльза и Трампа в принципе считалась маловероятной. Дело в том, что сын британской королевы является активным защитником окружающей среды. Что же касается Трампа, то он известен своим скептическим отношением к вопросам изменения климата на планете. В 2017 году он заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, обосновав его-то потерей более 2 миллионов рабочих мест США к 2025 году. Напомним, президент Соединенных Штатов будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом в период с 3 по 5 июня. Запланирована его встреча с королевой Елизаветой II. В Кракове появились на свет шестерняшки. Впервые в истории современной Польши, сообщает Евроньюз. Четыре девочки и два мальчика родились на 29-й неделе беременности с помощью кесарево сечения. Вес самого маленького ребенка – 890 грамм, самого упитанного – 1,3 кг. Изначально родители готовились к рождению лишь пяти малышей. Глава отделения неонатологии университетской клиники в Кракове профессор Рышард Латербах рассказал, к счастью, все было тщательным образом спланировано. С точки зрения логистики все прошло на ура. Правда, нас ждал один сюрприз. Когда на свет появился пятый ребенок, оказалось, что навстречу к нам спешит еще один мальчик. Сейчас новорожденные нуждаются в поддержке дыхательной системы. Мама чувствует себя хорошо. Вероятность рождения шестерни одна на почти 5 миллиардов. Счастливых родителей поздравил президент Польши Анджей Дуда. Фермер Бен Видмор живет в одном из самых северных городов в мире. Лонгер – это норвежское поселение на архипелаге Шпицберген. Зимой здесь минус 30 градусов, полярная ночь длится 4 месяца, и в это время очень холодно. Зато летом солнце светит 24 часа в сутки. Бен Видмор работает над тем, чтобы сделать родной город самодостаточным, передает BBC. Основная часть продуктов сюда доставляется самолетами из Норвегии. Суровые условия не помешали Бену создать свой бизнес, цель которого – накормить весь город едой местного производства. Ведь в этом случае можно меньше использовать пластик. Бен стал выращивать овощи и зелень на продажу летом в теплице, а в зимние месяцы – в помещении. Бен мечтает открыть ресторан без отходов. Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ или гепатитом С усыновлять детей, пишет Правмир. Усыновление или оформление опеки будет возможно только в тех случаях, когда ребенок в силу сложившихся обстоятельств уже проживает с потенциальным усыновителем или опекуном. Решение будет принимать суд, исходя из совокупности обстоятельств и руководствуясь интересами ребенка. Принятый закон позволит судам отступать от нормы, запрещающей усыновлять детей лицам, имеющим определенные заболевания. Сейчас Семейный кодекс запрещает усыновлять или брать на воспитание детей людям с заболеваниями, определенными постановлением правительства Российской Федерации. Среди них – тупергулез, злокачественные новообразования третьей и четвертой стадий, психические расстройства, наркомания, алкоголизм, заболевания и травмы, приведшие к инвалидности первой группы, инфекционные заболевания, ВИЧ и гепатит С. Законопроект разработали после того, как Конституционный суд признал неконституционной норму, не позволяющую людям с ВИЧ или вирусом гепатита С усыновлять ребенка, который уже проживает с ними. В Беларуси выпустили из тюрьмы христианина из Ирана Мехардата Джамшидиана, приговоренного к депортации. Он провел в изоляторе 11 месяцев, сообщает порталом Викторе со ссылкой на крыльницей инфо. Его дело было возвращено в отдел по гражданству и миграции на пересмотр. Суд Московского района Минска отменил принудительную депортацию иранца. Согласно данным правозащитной организации Human Constant, было принято решение о добровольной высылке Джамшидиана за границей Беларуси. Правозащитники обращают внимание на то, что иранец с семьей живет в Беларуси почти 25 лет и не имеет тесных связей ни с одной другой стороной. Иранские власти требуют выдать Джамшидиана, которого подозревают в убийстве матери и родного брата. Но правозащитники считают это требование только поводом для выдачи, так как на родине мужчине угрожает смертная казнь за принятие христианства. Депутаты Комитета городского развития Рижской Думы одобрили два проекта решений, предусматривающих переименование одного участка Рижской улицы и присвоение нового названия улицы, таким образом решая проблему адресного хозяйства столицы и улучшая ориентирование в городской среде, передает Благовость.Инфо. По данным пресс-службы Рижской Думы, в честь литератора, духовного, культурного и государственного деятеля Франца Трасуна, из-за его вклад в создание латвийского государства решено переименовать участок улицы Ницкалис в улицу Франца Трасуна. В честь председателя Латвийского Центрального Совета и архиепископа Ясапа Рандзенца из-за его вклад в формирование латвийского государства было решено улице, находящееся в Латгальском предместе, присвоить название улицы Ясапа Рандзенца. Новые названия улиц окончательно утвердят на заседании Рижской Думы. Более 500 пар ранее уже создавших семьи прошли обряд венчания в разных храмах Грузии. Акция проводится с целью укрепить институт семьи в стране, пишет Бог Ньюс, а ссылка на сайт Патриархии Грузии. Три года назад инициативу предложило общество чаханосцев Грузии. Проект получил благословение католикоса-патриарха всей Грузии Ильи Второго. Особенность акций в том, что предлагают совершить ритуал церковного венчания уже сложившимся семейным парам. Только в Кафедральном соборе Святой Троицы сами бы в Тбилиси обвенчались более 120 пар. В Новосибирске сносят храм адвентистов седьмого дня. Суд решил, что представители религиозной общины нарушили градостроительное законодательство, сообщает Бог Ньюс. Судебные приставы приступили к сносу молитвенного дома Центральной сибирской миссии церкви адвентистов седьмого дня, расположенного на улице Хасановская, 40. Портал НГС Новосибирск со ссылкой на местного жителя сообщил, что вместе с приставами приехали вооруженные силовики в Балаклавах. При этом руководитель Центральной сибирской миссии адвентистов седьмого дня Эдуард Булавчик рассказал корреспонденту Бог Ньюс, что приставы, войдя в молитвенный дом, порвали несколько библий и выбросили их в окно. По словам Булавчика, претензии мэрии Новосибирска связаны с превышением площади застройки, которое произошло в результате реконструкции молитвенного дома. Еще одним нарушением стал отступ от красной линии примерно на один метр. Руководитель миссии заявил, что представители общины предлагали исправить все нарушения, но суд вынес постановление о сносе здания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова